Всем доброе утро! Я такая вся красавица, раскрасавица! Да то я, знаете, проснулась быстренько, умылась. Ну, утро не утро, а сколько? 15 минут 12, представляете? Воскресенье, воскресенье. Утро начинается с того, что почистил зубы, умылся и погнал чистить кошачий туалет. Ну, это я за себя говорю. Так, я ж так прослушиваю, пока там занимаюсь своими делами. Все ли дети сходили в туалет? И когда я слышу, что все там пошкрябали, пошкрябали. Кстати, пошкрябали, это вот в данном случае они погреблись, погреблись. А еще шкрябают мыши. Так вот, все они пошкрябали, пошкрябали там в этом лотке. И я закончила свои дела, правда поставила чай и накрыла на завтрак. Достала все судочки необходимые. И пошла чистить туалет. Ну, чистила, чистила, я думаю, нет, придется весь пасок ликвидировать, залить лоток. Я так делаю, полностью лоток промываю. Ну, вообще-то смотрю по обстоятельствам, да. А так раз, либо два раза в неделю, ну, постоянно. Потому что у нас же двое. Ну, я песка так хорошо насыпаю, чтобы не шкряблись они прям, понимаете, дно не выгребали. Иногда мне хочется сказать, ну, что там, дырку решил выгрести конкретно за рюзгера. Ну, и помог тоже. Ну, в общем, все. Сегодня ночью у нас был дождь. Да, я слышала сквозь сон. Ну, а сейчас нет. Солнышко было, сейчас зашло, стираю. Стираю Дианкину форму школьную. Поэтому мне нужно, чтобы к вечеру все просохло. И что, сейчас завтрак. Муж уходит, у него там встреча с другом. А у меня сегодня уборочный день. Я буду заниматься уборкой. И пойду чистить вот таким образом, как я намывала здесь кухонное окно. Ну, то есть с помощью сифа, губки, буду хорошенько-хорошенько отмывать. С помощью таких вот даже подручных средств. Не просто тряпочкой, да, вот этим средством для стекла. Нет. Буду сегодня опять затрачивать целый час. А может и полтора, поскольку там я выбрала в нашей комнате с мужем, в спальне. Там еще балконная дверь. Так что сейчас займемся. Наушники в уши. И вперед, да. Ну, а потом уборка. А сейчас уборка быстрая, поскольку паласы есть. Да, в принципе, и когда паласов нет, тоже так. Раз-раз-раз протер, и все. Ладно, лишь бы чисто было, понимаете. Конечно, но у нас там маленьких детей нет. А за котами я сразу-сразу прибираю. Поэтому нет необходимости, понимаете, заниматься уборкой, ну вот, ежедневно. Как турчанки делают. Хотя, слушайте, мой муж вчера пошел там, ему нужны были ключи. Там, от чердака. И пошел он к соседке, к соседке сверху, к соседке снизу. Приходит и говорит. Господи, как так люди живут? У них так грязно. Почему они не убираются? Причем женщины, что там дома сидят. Ну, у каждого свое понятие о чистоте. Поэтому, ну, мы не обсуждаем, мы просто рассуждаем. Все, сейчас покажу, что у нас на завтрак. На сегодня, который вчера мы купили, вот тот сыр из шока. Ну, этот сыр такой, который намазывается кремом. Крем пейнир из Мигроса. Я хочу вам сказать, ну, мне этот не понравился. Вообще ужасы просто. Вот отдает, ешь, как вроде бы какие-то лекарства ешь. Ну, этот сыр тоже остался, тоже Мигросовский. Надо его доесть. Варенье, курица кусочек. Ну, это любители сделать себе в виде бутерброда. Ну, оливки. И вот эта фигня. Да, Диана? Надо вас с папой ругать за то, что он покупает, а ты ешь. Дианка пьет молоко. Ну, ты же с ним покупалась. Так он, Диана, мы подошли до кассы. Он стоит-стоит и говорит. Ой, Диане не купили шоколад. Я говорю, какой шоколад? Сейчас. И пошел и принес. Понимаешь, ну, что я его буду за руки хватать? Я уже говорила ему неоднократно. Так, далее судочек остался под сюрку. Видите, сюрка нет, потому что я его еще не положила. Ну, и думаю, класть, не класть. Кроме меня, в принципе, его никто не ест. Поэтому, ладно, сейчас подумаем. Ну, вот это и все. Чай закипает. Ну, и не могла. Конечно, я считаю, что яйцо пашот гораздо лучше, чем вот это. Но Диануська попросила у меня вот этих якобы осьминожек, да? Ну, что-то они не раз это самое, не свои лапы не распластали. Ну, да ладно. В общем, яичница еще добавляю. Спросила у мужа, хочет, не хочет. Говорит, хочу. Ну, хочу. Отлично. Все, видите, стол готов. Развернусь вот так вот, чтобы вы посмотрели. Ну, сегодня, честно говоря, у нас завтрак достаточно обильный. Вчера мы вообще с мужем оливки поели и немножко сыра. Вот этого всего остального не было. И мясо он вчера, ну, не мясо, курицу не захотел. Ну, да он и сейчас не захочет. А еще, Дианка, ты будешь у тебя сладости, которые крученые такие? Неси. Как неси? Куда неси? Куда же я их тут положила? А, вот они. Вот они. Пусть немножко прогреются. Я не люблю из холодильника. Что у нас? А, вот курица. Из холодильника, говорю, холодная. А вот все-таки решила сюрпни добавлять, лежит. Ладно, то завтракчик, когда сделаем. Вот у меня здесь красота происходит. Я, у меня есть ведро. Хотя у меня вон есть то ведро. Но, кстати, тоже чисто. Я его покупала. Вот, видите. Я его покупала именно для мытья балконов. Надо его, наверное, начистить и, короче, зафиксировать. Солнышко что-то наше спряталось. Здесь как-то стало немножко не солнечно. Ну, а так, конечно, вон, смотрите, показываю. Видите? Городским котам везет. Там разрубочные. Курицу на гриле. Курицу на гриле продают и все такое. Лоточек вон лежит для котиков. Они даже есть, видите, не хотят. А я там со своим молоком. Господи, оно им надо. Так что ладно. Потому что я сейчас хочу промыть здесь. Ну, хотя бы пол и подоконники протру. И, в принципе, все. А тут я даже не знаю, как. Думаю, думаю, голова, шапку новую куплю. О, как лучше все это сделать. Так как, как, тряпкой как. Ладно, буду начинать. Кстати, когда начинает мечеть петь, у нас здесь почему-то не слышно. Мне нравится. Я люблю, когда мечеть поет. И, знаете, хорошо сравнивать время по ней. Здесь у нас очень плохо слышно. Там вот у нас есть внизу мечеть. А там внизу как опуститься. Но она, походу, без вот этих песнопений. К сожалению. Я просто к чему заговорила, поскольку вижу вдалеке, слышу шум. Вдалеке. Мужу с ведрами не понравилось. Сказал, бери шлангу. Шлангу, давай, Ашкин. А что ты? Эвет. Брав телефон. Ашкин, давай, не обман. Красота и порядок. Ну, то пока что некуда. Может быть, его со временем нужно будет и выкинуть. Но пока оно жизненно необходимо. Все. Теперь, видите, здесь заужено. А здесь шире. Я вот сюда же хочу вынести эту сушилку. Сейчас буду пробовать. Войдет, не войдет. Поскольку опять дожди, то ночью, то то, то сё. В общем, я не могу нормально сушить белье. Нет, ну, сказала мужа. Он сказал, купит веревки и натянет мне здесь. Но пока же еще не купил. Надо как-то выходить из положения. О, видите. Пошел, красавчик. Молодец. И вот. Боже, чего этот цветок? Чего он только не пережил в своей жизни. Сколько раз его коты бросали. Так, и кактусики тоже прижились. Ну, или моша, как всегда. Все. Ладно. Занимаюсь. И вот, видите. Вот. Вот эти двери нужно тоже доводить. Ну, это я уже руками здесь. Туда же я не буду шлангами мыть. Потому что там, видите, все стоит. И муж-палас задрал там. Я стала здесь окно мыть шланг. А вода вся стала течь. Поскольку, вот видите, дырки. И оно все в эти дырки затекает. Нужно заново перешпаклевывать. Или я не знаю, как этот процесс называется. В общем, ладно. Занимаемся. Вот эту вот сушилку нужно перенести. Поскольку, ну, блин. Задыхается белье. О, видите. Это чудо. Она вошла. Зря я была такого плохого мнения. Но просто там еще не просохла. Поэтому я чуть-чуть ближе сюда, к стене, придвинула. О, слава тебе Богу. Все, увешивай сюда белье. Ну, все, наконец-то. С первой частью белья я разобралась. Все, пусть висит. Посмотрим, что будет к вечеру. Вечером, может быть, уже сниму частично. Либо занесу. Красотка, красотка. Снова в эфире. Ой, короче. Все, закончила. Она чистила там эти окна. На мылош балкон показала. Вам выставила. Но сегодня сырая погода. Поэтому белье мое, конечно, будет там телепаться долго и нудно. Ну, да ладно. Просохнет. У нас здесь изменились порядки. Теперь отныне Диана будет убирать свою комнату. Уже большая. По идее, уже должна получать паспорт 14 лет. Поэтому давно пора. Мама все жалела, жалела. А эта сказала, все, вперед с песней и начинаем убирать свою хотя бы комнату. Ну, так, конечно, она у меня пылесосит. Понятно, что пылесосила. И сегодня свою комнату убирала. Мы меняли там постельное. Самое, наверное, неприятное занятие, это смена постельного. В общем, закончила с этими домашними хлопотами. Ну, а кто это будет делать? Блин, горела. Я же целую неделю была на обучении. Поэтому и не прикасалась к этому ни к чему. Была так распарилась. Слушайте, просто жарко. Носки сняла, все поснимала. А это прям, чувствую, уже меня так стало прихватывать. Прям, знаете, ушел этот жар. Так я нашла свои толстые такие носки. И натянула опять свою рабочую кофточку. Это моя рабочая здесь. Домашняя такая. Знаете, всегда она у меня, как говорится, на готове лежит. Сделала сене с кафе с молоком. Пока возилась, уже остыл. И что? Блин, время уже 10 минут шестого. Надо сейчас что-то думать, есть, варить. И не знаю, что. У меня там... А то еще до сих пор, как варила булгур. Когда... Не вчера, а позавчера. Так что-то завалялся. Сейчас булгур. Честно, не знаю, что. Даже не знаю, что придумать. Диана, иди пить. Диана пьет... Диана пьет... Чай не заваривала, пьет эту... Горячая вода, лимон, зенжифиль этот. Корень имбиря. В общем, опять провозилась с этим окном, блин. Ну, и никуда от них не денешься, понимаете? Сама же для себя это дело. Когда еще жил на квартире на арендованной. Да, я тоже убирала. Не могу сказать, что там филонила. Нет. Тоже. Но все-таки ты понимаешь, что это. И не сильно хочется так прям натирать до состояния блеска. А здесь уже прям хочется, хочется. Ну, как бы свое. И хочется драй, драй. Так, чтобы было белое. Чтобы было не стыдно, если вдруг человек пришел. Там ты раскрыла гардины. А у тебя там блестит окно. А я когда жила в Донецке, я мыла окно два раза в год. Честно признаюсь. Лодырем была. Ну, потому что была, блин, в работе без конца. Два дня выходных был. Суббота, воскресенье. Ну, блин, и так неохота было. Один день ты поваляешься, а на второй уже там что-то расчехляешься. Два раза в год. Весной и осенью. И все. То здесь. Одно драешь, одно драешь. Ну, муж работает на работе, а я работаю дома. Я в другой раз говорю, я так устала. Он говорит, да, дома очень тяжело работать. Думаю, о, как хорошо, что ты это понимаешь. Причем, знаете, ну не просто говорит, я вижу по глазам, что он не просто так сказал, какой-то, да, дома работать тяжело. Нет. В плане, человек говорит, вот сочувствие. Я говорю, так вот, ты отработал, ты пришел, и вы ничем не занимаетесь. Да, вот те, которые работают, мужчины, например. Отпуск у вас вы тупо отдыхаете. А когда у меня, говорю, отпуск? Ну, вот когда у меня отпуск? У меня отпуска нет. У меня ненормированный рабочий день. Домохозяек нет, понимаете? Мы считаем это нормой. Да, это, ну, а что здесь такое? Господи, ну, подумаешь, посуду помыть. Да, это не сложно, но когда это постоянно, и каждый попил, и поставил, поел, и поставил. Но у меня не разрешают, что поел, встал из-за стола, и ходит, а здесь крошки. Нет. У меня поели, встали в раковину. Все в раковину. Стол уже сами прибирайте после себя. Ну, я считаю, уже это хамство, те, которые тупо встают, и тарелки не убирают. Как в руку. Ну, меня так мама приучила, я, соответственно, и так и Дианку гоняю. Ладно, Диана, иди пить. Да щас, щас, остынет. Щас, кто-то не любит горячее. Начинаются отмазки. А, в общем, вчера же Диана ходила в кино. Хорошо. Все ей очень понравилось. Понравился мультфильм, была семейка Адамсов. Ну, говорит, интересно, а потом они еще там куда-то с девочкой ходили на какой-то 12D фильм. Ну, в общем, развлекались. Слушайте, я такая девушка в возрасте и то таким не занимаюсь. Даже в голову не приходила. А им пришло. Эта подружка говорит Диане, а пошли по этим бутикам мерять одежду. И эти пошли две, слушайте, стояли там одежды и меряли. Дианка мне фотографии наделала, наденет там. Яритянка, ну, тебе этот свитер не идет и это не идет. Диана, что это был за бутик? Самый дорогой, самый дорогой пошли. Как вас туда пустили вообще? Ну, а что на нашли? Ну, они-то выглядят. Эта девочка на фотографии вообще выглядит лицом старше, чем Диана. И они там ходили, вот как молодежь чем занимается, как гуляет. Понятно, ходит по бутикам, одежду меряет. Говорит, в самый дорогой пошли. Это повела ее подружка. Ха-ха-ха-ха.